Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скажите, как у вас проходило обучение сегодня? Круто! Что делали? Успели видеть? Все успели! Да, сегодня вообще было просто... Можно! Это нам еще ракеты предстоит запускать. Привет, меня слышно? Я видео сделал, только надеюсь, что оно будет показываться. И пусть будет еще и видно. Прекрасно. Я хотел сказать еще, ребят, что не забудьте, что у нас сегодня будет обзор еще всех этих видео. Вот. Прекрасно. Ну, я передаю... Так, сейчас... Только надеюсь, что у меня видео будет показывать... Что у вас будет мое видео показывать. Правда? Надеюсь, что не будет? Надеешься или надеешься, что не будет? Да будет! Будет. Будет. Хорошо, хорошо. Потому что там целая конструкция. Ну, окей. Это что? Так, а еще какие у вас впечатления? А вы все три сделали или по одной? По одной. Я одну. Две. У. Окей, окей. Так, друзья, я вам сейчас выключу звук, чтобы мы... И вы тогда пишите не там, где звук, а вы пишите в чате. Ясно. Понятно. Ясно, понятно. Так, а пока мы не начали, может быть, сразу выясним, а есть ли у ребят какой-нибудь второй девайс, чтобы в Кахут играть? Кого? Кахут? У меня есть. Есть. Нету. Если у вас есть какой-нибудь второй компьютер, планшет, телефон, то вам будет немножко удобней первые десять минут. Вот. Вот. Если нету, то тоже ничего страшного. У меня есть. И все у всех получится, я думаю. Мы что в Кахут сейчас играть будем? Вот, видите? Никаких секретов от вас. Кахут, Кахут. Так. Каха, играем. Что? Кахут. Кахут, рецепт. Кахут. 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 Или ждем пока. Так, ну, у нас еще добавляются, я думаю, что мы могли бы начать, пока все добавляются. Ребята, вы пишите в чат, если что. Вот. Сколько у нас? 28 сейчас. Хорошо. Дорогие друзья, я вам хочу представить, у нас сегодня встреча, знакомство с направлением. У нас один из руководителей направления, это Андрей. Андрей является руководителем направления события, про то, как происходят разные штуки, классные события, когда люди встречаются, соревнуются. И как все это в мейкерстве выглядит. Он вам расскажет про свое направление, чем будет заниматься, а вы будете выбирать направление, в которое вы потом присоединитесь. Выбирать вы будете не сегодня, а выбирать вы будете через неделю. И каждый день в течение следующей недели вы будете знакомиться с каким-нибудь направлением. Вот к нам еще присоединяется Серов. Вот. А я вам еще раз представляю, для тех, кто только присоединился, значит, Андрей Дубровский, руководитель направления события, один из организаторов инженерных игр у нас в России, там, где происходят соревнования с машинами Руба Голдберга и многие-многие другие. Андрей, я тебе передаю слово. Спасибо, Витя. Значит, нас тут сколько? 30 человек. Я думаю, что мы с вами ближайшие минут сорок с интересом проведем это время. Вот. И давайте начинать. В принципе, у меня, я думаю, что мое лицо вы все уже видели. Вот. Поэтому я вам покажу свой экран, на котором будет презентация. Вот. И я вам что-то расскажу про наше направление события. Вот. Сейчас будет демонстрация экрана. Значит, я надеюсь, меня хорошо слышно. Вот. Вот. Поставьте плюсики, слышно вам или нет. Да. Поставьте плюсики, слышно ли меня. Да. И нормально ли меня слышно. Не должен ли я. О, все. Прекрасно. Огонь. Так. Поехали. Значит, тогда презентация. Значит, сейчас, секундочку. Получается включить? Да, да. Сейчас, секундочку. А, стоп. Надо мне дать права на это дело. Семен, дай, пожалуйста, права или кто у нас сейчас здесь? Да, перекинул. Ага. Должна быть возможность. Ага, все, появилось, да. Спасибо. Так, ну, я надеюсь, теперь видно экран. Да. Я надеюсь, да. Так. Видно, видно. Ага. Все, замечательно. Собственно говоря, давайте я сразу скажу пару буквально слов про то, что наше направление себя представляет, чтобы сразу всю интригу как бы немножко поубавить. А потом мы с вами проведем викторину. Вот. Итак, стало быть, направление события у нас будет включать подготовку фестиваля. Это будет фестиваль воздушных змеев, который вы создадите за смену. Причем попробуйте вы это дело уже завтра и сделайте какие-то первые шаги в этом направлении. Вот. А к концу смены, если вы выберете мое направление, напоминаю, что есть еще четыре других, то вы сможете создать своего воздушного змея, красивого и функционального, то есть который будет что-то уметь, плюс поможете с организацией события, потому что у нас называется направление события. Вот. И, соответственно, я надеюсь, что у нас с вами все получится. Мы с вами сделаем это событие. Правда, конечно, к сожалению, его придется делать тоже онлайн, как и все остальное. Вот. Но это не беда, потому что даже международные фестивали воздушных змеев сейчас в этом году 2020 проводятся онлайн в связи с тем, что у нас везде эпидемия. Вот. Итак. Ну, теперь пришло время выяснить, что вы знаете о воздушных змеях уже сейчас. Ну и для этого мы с вами поиграем в Kahoot. Я думаю, что… я надеюсь, что вы раньше эту вещь уже встречали. Вот. И для того, чтобы в это поиграть, вам потребуется зайти на сайт kahoot.it. Вот. Либо у кого уже стоит приложение на телефоне, можно воспользоваться приложением на телефоне. И, соответственно, единственное, чего вам сейчас не хватает для того, чтобы начать, это пин-кода игры, да, потому что, ну, каждая игра там имеет свой индивидуальный номер. Для этого ее надо запустить. И сейчас я ее запущу, и, значит, тогда на экране появится пин-код. Соответственно, сейчас буквально через минуту я это сделаю, даже, наверное, меньше. Поехали. Значит… Можно, Андрей, пойти, пожалуйста, да, еще раз, давай акцентируем, что не обязательно приложение, можно с телефона, можно с браузера, откуда угодно, да? Да, можно с чего угодно, можно либо зайти на сайт, да, либо, если у вас стоит приложение, им воспользоваться. Будет, мне кажется, удобно, если у вас есть какое-то второе устройство, но если нет, то тоже ничего страшного, потому что с этого же устройства, с которого вы прослушиваете сейчас мою речь, это тоже можно делать параллельно. Вот. Итак, давайте запустим, давайте запустим нашу викторину и… так, рука есть у нас. Пока мы запускаем, можно включить Микаилу Шаймарданову руку, то есть возможность задать вопрос. А вы можете писать еще, ребят, текстом, я буду их для Андрея озвучивать. Да, я просто… я в чат будет неудобно параллельно лазить, а вот руки я вижу. Вот. Так. Давайте так буквально пару вопросов я смогу ответить, а больше не смогу, потому что… Так, Александр Пермяков. Саша, сейчас уйдешь из чата. Так, все понятно, понятно. Значит, у нас содержательных вопросов нет, у нас только такие, да? Да. Так, стало быть, вот наш пин-код. Я надеюсь, его видно на экране. 8-2-5-1-7-1. Вот. И надо заходить. Да, вот первый человек уже зашел, и мы с вами… У нас 36, но там… я надеюсь, там в районе 30 человек зайдут. Отлично, отлично. Мы потом победителю… подумаем, как поощрить победителя. Вот. Скорее всего, мы… Победитель пиццу получит. Пиццу? А я думал про стикер, который, значит, можно потом налепить на своего змея. Ну, пиццу тоже хорошо, конечно, можно и то, и то сделать. Что-нибудь такое, типа Kahoot… Kite Kahoot Winner и с хэштегом. И можно это все в соцсети выложить и похвалиться. По-моему, отличная идея. Так, 16. Экватор пройден. Сейчас, подожди, я не сфинитрировался. Я тоже хочу… О, давай, да, конечно. Конечно. Вне конкурса. Хотя пиццу, конечно, все хотят. Что там? Так, нас уже 21. Отлично. 21. Супер, да. Мне нравится. Хотя время уже у вас 6 часов вечера. Но я смотрю, народ все еще бодр и активен. Это очень радует. Друзья, а кто к нам только присоединился и еще не понял, что происходит, я напоминаю, что у нас идет знакомство с руководителем направления. Вы на вторую половину смены выбираете направление, внутри которого работаете. И мы сейчас знакомимся с Андреем Дубровским, который руководитель направления события. Вот. И мы сейчас играем в Kahoot. Это для того, чтобы понять, кто что знает. Степа пишет, это не игра. Ну, Степа, это викторина. Викторина – это игра. Стас пишет, как играть. Сейчас все расскажут. У нас тут, кстати, идет еще одна волна присоединений, подсоединений. Это классно. Угу. На всякий случай, еще раз, да, как подсоединиться, надо зайти на сайт kahoot.it, вот, и ввести там в окошко пин-кода вот этот номер, который вы видите на экране, 825171. Вот. И тогда вы зайдете в, как сказать, в зал ожидания. Вот. Когда все присоединятся, мы с вами начнем. 21. Так. 21 раз. 22. О, Ольга Марковна виду. Отлично. Супер. Так, так, так. А ты специально, да, сделал, чтобы мы Ники не видели, да? Нет, я… Ну, нет, не специально, конечно. Вот. Я просто… Я не хочу закрывать, делать полное окно. Вот. А там все, наверное, и не видно будет. Вот. Куча народу. Да, есть куча народу. Это радует. Так, ребят, давайте еще буквально там пару минут, да, чтобы просто остальных не задерживать, а то ждать немножко… Как это сказать? Занузбы. Да. Напоминаю еще раз. Вы на вторую половину смены будете выбирать себе направление, и мы будем по вечерам знакомиться с тем, какие есть направления. Сегодня мы знакомимся с направлением события и его автором Андреем Дубровским, одним из руководителей российских соревнований инженерных. И как раз это будет направление про… Ну уж Андрей сам расскажет, я это представляю как разные соревнования. Да, мы сейчас начнем уже. Ну что, давайте начинать? Так, да, мне кажется… Ну давайте до тридцати добьем уже. Да, на странице 42, друзья, уже давайте присоединяйтесь. Да, осталось три человека осталось, давайте до тридцати. Тридцать начнем. Да, кстати, кто за первое место получит пиццу, закажем пиццу. Так, 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 смотрите, вот вне конкурса, вот так вот. Давайте еще один и начнем. Ну вот. Кто-то сорвался. Кто-то, да, да, да. Так, ладно. Ну ладно, ладно, давайте, чтобы у нас народ не рассеивался и не уставал ждать, начнем с 28 участниками. Мне кажется, что это очень хорошее количество тоже. Вот. И мы с вами начинаем. Поехали. В среднем полминуты будут подумать и разной сложности будут вопросы. Ничего страшного, если вы чего-то не знаете. Вот. Такой цели нет. Так, выбираем. Вот. Они будут идти по нарастающей, я думаю, сначала простенькие, потом посложнее. Вот. Ну и, конечно, в ходе лекции мы с вами ответим на эти вопросы, найдем ответы на них. Вот. Вот. Молодцы, классно. А он после каждого будет показывать? Я что-то… Да, да. Я забыл уже про это. Баллы дают еще за этот… За скорость, конечно, даю, да. То есть надо… Чем быстрее ответили, тем… О! Все ответили. Молодцы! Давай я буду озвучивать вопросы, чтобы было проще кому-то, может быть, на слух. А, давайте, давайте, да, я буду озвучивать вопросы на всякий случай. Тихо, не переживай, он действительно все по-английски, но вопрос-то написан на русском. А ты смотри в экран, и разные кнопки означают разные ответы. Да, да, там надо смотреть в экран, да. То есть вы видите на своем мобильном устройстве, ну или на каком-то устройстве, с которого вы играете, вы видите рядом с кнопочками, вы видите текст вопроса, что, в общем, логично. И он на русском языке, да. Так, поменялось у нас на первом месте Васлов, на третьем уничтожитель. Так, здесь надо сказать, правда или неправда. Правда лишь согласно летописям. Весь чиолет использовал воздушные змеи при осаде Константинополя. Красненькая – это правда, красненькая – не правда, а синенькая – правда. Синяя – правда, красная – неправда. Я узнаю, что голубей использовали. Вот, правда, правда. В летописях такое есть, что поднимали в воздух неких странных птиц и зверей и устрашали жителей осаждаемого города. Так, дальше. Это уже чуть-чуть посложнее, чтобы, значит, может быть, чтобы небольшое преимущество получили те, кто уже что-то знает про это. Значит, к типу парафойл. Да, парафойл относится, какой из змеев. Есть четыре картинки. О, смотрите, знаете. Ха, классно. Меня это очень радует. Так. Дальше. Большинство ответили правильно. Сатана. Поехали дальше. Сейчас будет немножко физики. Вот. Будет две таких задачки. Вот. Но, соответственно, я, конечно, объясню потом, как их решать. Вот. Но, так вот, исходя из соображений здравого смысла, можно отвечать на них. Сейчас, подожди. Значит, Миша и Стас. Вопросы на экране. А у вас в телефоне должны быть только кнопки и карточки с кнопками. А, нет. Один еще такой вопрос будет. Да. Какое применение возникло позже всех? Рыбалка, электричество, кайтсерфинг и военные дела. Стас, тебе надо тогда переключаться между вкладками. А я, кстати, не успел ответить. Так. Поехали дальше. Ну и задачки. Какую приблизительно массу может поднять Змей площадью один метр квадратный при ветре десять метров в секунду. Красная один килограмм, синяя четыре килограмма, желтая десять килограмм, зеленая пятнадцать килограмм. Один метр квадратный в площадь, ветер десять метров в секунду. Смотрите. Супер вообще. Большинство. Большинство дало правильный ответ. Ну и последний будет вопрос. На него будет минута времени, чтобы подумать или посчитать, кто знает как. Вот. Соответственно, я прочитаю вопрос. Какой должен быть ветер в баллах по шкале Боффорта, чтобы поднять в воздух змея площадью два квадратных метра массой восемь килограмм? Красная один балл, синяя три балла, желтая пять баллов, зеленая семь баллов. Там, кстати, у нас кто-то еще в комнате ожиданий приходит. Надо их не забывать пускать. Так, один балл, три балла, пять баллов, семь баллов. Надо выбрать. Один балл красная, три балла синяя, пять баллов желтая, семь баллов зеленая. Класс! Я в восторге, честно говоря. Я не ожидал. Давайте посмотрим, кто победитель. И давайте как-то... Третье место Попов Федор. Второе место. И первое место тоже это может быть. Миша Пестрый. Давайте как-то сделаем, не знаю, скриншот или что-то такое, чтобы не забыть победителей наших. Миша Пестрый. О, да, да. Это был правильный звук. Да. Вот. Да, я надеюсь, вам понравилось. В общем, если хотите, пишите что-нибудь в комментариях в чат. А мы меж тем увидели кучу вопросов. Вот. Дали на них ответы. Вот. А теперь будем разбираться, почему и как, что возникло. И познакомимся немножко с нашим направлением. Итак, давайте вернемся к презентации. Значит, про историю. Действительно, змеи изобрели в Китае. Ну, правда, есть какие-то картиночки, которые вообще 10 тысяч лет назад появились в Индонезии. Но все-таки изобретателями считают китайцев. Вот. И долгое время они имели либо такое развлекательное значение, либо религиозное. Вот. И пришли в Европу, ну, достаточно поздно. Вот. А, ну, еще военное, конечно, военное. Вот. В Европу пришли достаточно поздно. И, на самом деле, в течение, начиная с 18 века, сыграли огромную роль в науке и в авиастроении, конечно же. Потому что, естественно, воздушные змеи были прототипами, да, и предшественниками планеров, да, а потом и самолетов. То есть, братья Райт, да, серьезно, да, которые поднялись в воздух, да, считаются изобретателями летательного аппарата, значит, делали с помощью воздушных змеев свои расчеты, какая площадь крыльев нужна, чтобы подняться в воздух. Вот. Ну, и до эры самолетов, да, очень активно использовались для того, чтобы вести разные виды наблюдений, разведки, съемки и сбора каких-либо данных. В том числе, да, метеорологических данных, вот, или данных, значит, о расположении каких-то разных объектов. Вот. Далее. Если мы поговорим о том, каких типов бывают змеи, да, то здесь тоже уже напридумывали кучу всего. Вот. Вот. Соответственно, самый простой – это такой одноплоскостный, да, в форме ромба, да, воздушного змея. Ну, и еще дельта такой тоже легко собираемый, простой. Вот. А вот эти вот сложные, типа надуваемого, да, inflatable или парафойл, сейчас используются в качестве управляемых воздушных змеев, которые, значит, используются в видах спорта с кайтами, да, которые называются кайтсерфинг, да, и люди двигаются на доске при помощи тяги, создаваемых воздушным змеем, либо по льду, да, либо по, соответственно, поверхности какого-то водоема. Вот. Есть еще такое устройство, которое тоже, по сути, является воздушным змеем – это крыло рогала. Вот. Оно серьезно в середине 20 века рассматривалось как способ приземления на другие планеты. То есть с помощью этого крыла можно было бы как-то осуществить мягкую посадку каких-либо аппаратов на планеты, да, имеющие атмосферу, чтобы там сопротивление газов, сопротивление атмосферы какой-то было. Вот. Итак. Как они летают? Ну, здесь можно производить серьезные расчеты, но я сейчас не буду вас грузить физикой. Это, если хотите, найдете сами, я вам все ссылочки оставлю. Ну, соответственно, в двух словах все выглядит так, что как только плоскость какая-то, в том числе и вот эта вот коробка, которая нарисована здесь на рисунке, на чертеже, подвержена горизонтально действующему ветру, то начинает развиваться подъемная сила, да, и, ну, так же, как и самолеты поднимаются, воздушные змеи тоже поднимаются и используется набегающий ветер для того, чтобы поднять это в воздух, вот. Ну, и, соответственно, если бы не было вот этой вот линии, да, line, то, что написано, а по-русски это называется layer, да, который удерживает змея, веревка, к которой привязывается змей, да, и удерживается руками, то этот змей бы просто улетел, да, за счет силы, которая, значит, силы сноса ветра, да, здесь это drag, да, сопротивление ветра, которое возникает, а мы его удерживаем, поэтому он просто поднимается, он поднимается. И, соответственно, насколько хорошо будет летать змей, зависит от множества причин. Главная из них – это подъемная сила, угол атаки, так называемый, то есть это тот угол между плоскостью змея, да, и плоскостью крыла, и плоскостью тоновения ветра, да, ну, и, конечно, влияет масса и скорость ветра, вот, ну, и плотность воздуха. Ну, и приблизительная форма, за нас уже, конечно, все посчитали, вот, приблизительная формула связи массы змея, которая может быть, значит, поднята на крыло, и скорости этого змея, и площади, она, вот, вы видите ее на экране, соответственно, вот именно этой формулой, если вы ее знали, вы могли пользоваться для решения двух последних задач викторины, вот. То есть, если мы с вами выражаем скорость ветра в метрах в секунду, площадь крыла в квадратных метрах, то масса равна 0,04 в квадрат на S, то есть, в этом 0,04 как раз, на самом деле, содержится типичный угол атаки, градусов 10-15, и плотность воздуха типичная, да, средняя некая, вот, и таким образом можно эти самые приблизительные расчеты вести, и я надеюсь, что вы будете это делать завтра, когда будете строить ваших змеев в ходе челленджа, в ходе кайт-челленджа, вот, значит, завтра вы получите задание и комплект материалов, не знаю, получите или уже получили, и будете создавать собственного змея, вот, и мне кажется, эта форма вам может пригодиться. Значит, что такое шкала Буффорта, я думаю, что известно, да, это, значит, в старину, когда, соответственно, сюда по морям уже ходили, но точных приборов для измерения скорости ветра не было, то была придумана шкала, которая, соответственно, оценивала скорость ветра по неким внешним признакам, качаются деревья или, значит, сдувает дым, или, если в море, то возникновение волн, облаков и, значит, внешнего вида этих волн и прочего-прочего. То есть была такая визуальная шкала, и она была в баллах. Вот. Ну, сейчас, конечно, после того, как научились мерить скорость ветра, каждому значению этой шкалы присвоили конкретные скорости ветра, да, ну и можно, соответственно, любую скорость ветра пересчитать в баллы, да, и в последней задаче именно этой нужно было сделать. Вот. Вы нашли, ну, то есть, если решать задачу точно, да, то можно найти скорость ветра, которая нужна для того, чтобы 8-килограммовый змей поднять, и, соответственно, посчитать, сколько это баллов по шкале Боффорта оказалось, что это 5 баллов. Да. Значит, это все можно посчитать. Дома потренируйтесь, если будет такое желание. Итак, для чего у нас используется змей, да, есть, кстати, куча применений, я, мне кажется, уже большую часть перечислил, вот, и давайте дадим, да, соответственно, самый современный, ну, это широкий спектр, значит, применений, вплоть до самого современного, да, с помощью змеев сейчас, буквально последние лет 20, даже получают электричество, получают электричество, и, значит, в странах с сильными ветрами и прибрежных территориях, типа Голландии, Швеции, эти, Дании, да, эти виды получения энергии очень активно развиваются. В фестивале, да, наше направление все-таки не только касается создания каких-то, каких-то объектов руками, но и создания, скажем так, праздника, да, соответственно, праздник у нас, праздником у нас будет фестиваль воздушных змеев, правда, кажется, онлайн фестиваль все-таки, вот, но, соответственно, вам пару картиночек посмотреть, как это может выглядеть, значит, вот слева картиночка японского фестиваля, вот, там совершенно, да, очень причудливые бывают формы, вот, и справа я решил, соответственно, поместить вам картинку фестиваля, который проходит прямо в Вашингтоне, да, в общем, не очень ветреное место, но зато там живет очень много народу, и есть парк, да, национальный парк, который, в котором, значит, происходит цветение вишен, и они решили придумать фестиваль цветения вишен, вот, и в рамках него происходит довольно серьезный фестиваль воздухоплавания и воздушных змеев, и вот я специально посмотрел, что в этом году он происходит онлайн, то есть все это возможно, вот, если вы решите выбрать направление события, да, то можете посмотреть, ну, конечно, там по-английски все, но сейчас есть средства перевода, или, может быть, кто-то из родителей вам поможет, или, значит, одноклассников, которые хорошо знают английский. Они провели его онлайн, и можно посмотреть, подсмотреть, да, я бы сказал так, как это может выглядеть в режиме бушующей эпидемии, да. Вот. И, ну, можно зайти на ту же самую Википедию, посмотреть, ну, как выглядят крупнейшие фестивали, и посмотреть фотки оттуда, и видео, и так далее. То есть информации очень много, и в том числе информации о том, как сделать самому. Мы же мейкеры, поэтому, поэтому, соответственно, нас в первую очередь это должно интересовать, так, как самому сделать змея. И я, мне кажется, ну, таких видео, которые мы сейчас будем смотреть, их очень-очень много, вот. Но давайте вместе с вами посмотрим, чтобы убедиться в том, что это, ну, несложно, что это несложно сделать самому. Так, давайте запускать. Я надеюсь, что у нас с вами все откроется. Так, а мы проще сделаем. Так, так, так. Пока вопрос задают, что надо ли делать завтра воздушного змея, да, задание на завтра – это создать воздушного змея, друзья. Ага. Там будет у вас небольшой мануал, который можно использовать такой, типа, как инструкция. Можете свое придумать, там есть разные типы, которые… Так, вот я это видео, я его предусмотрительно скачал, потому что оно мне перестало открываться. Вот, я надеюсь, что это будет, это видно будет. Ну, и к концу смены, скорее всего, вы сами будете иметь возможность такое видео создать. Вот, ну, не такое, а какое, которое соответствует вашему, вашей какой-то разработке. И, ну, чтобы другие смогли сделать то же самое, что сделали вы. Ну, поделиться же всегда интересно. Вопросы там есть еще какие-то? Тут спрашивают, при какие… Когда присутствуют материалы для змея, если вопрос. Материалы для змея привезли вот вчера в одной из коробок. Там три коробки, четыре даже. Одна с инструментами и по одной коробке на каждый день. И змея – это там, где такие маленькие палочки, по-моему, вот это там материал для змея. Вот, да. Ну, на самом деле, в качестве ответа на этот вопрос, чтобы сориентироваться, какая из коробок соответствует завтрашнему челленджу, мне кажется, полезно посмотреть всем вместе вот это вот видео. Там, я думаю, что ответ возникнет сам. Вот. Поехали. Оно коротенькое, три с половиной минуты. Там не Маша, а Миша написал. Миша, извини. Три с половиной минуты, и я думаю, что сейчас увидите, что это на самом деле несложно. Это, конечно, не единственный вариант, да, их очень-очень много, этих видео, и вы сами можете в этом убедиться. Вот. Соответственно, нужны палочки, самое главное, и материал для паруса, да, для создания крыла. Вот. То есть, будет змей формы дельта, и, соответственно, первое, что нужно сделать, это создать каркас. Так, каркас у нас делается из палочек, потому что он должен быть легким. Сами видели, что чем легче, тем легче поднять его на крыло. Ну, это, в принципе, логично. Вот. И, соответственно, создать форму. Обратите внимание, что посередине, надо строго посередине их перекрестить, вот, поперечную, да, иначе у вас он будет съезжать в одну из сторон при полете. Вот. Связываем, проклеиваем, если хочется дополнительной прочности. И, вот, да, говорят, что он нормально. Так. Следующее – это создание краев, да. Края создаются из витки, простите, из нитки, да, которые, по-моему, тоже в стем-коробках присутствуют, да, и, соответственно, вы берете и делаете, да, вот таким вот образом обматываете, обматываете, значит, самые, да, соединяете концы вашего каркаса. Дальше вы на это дело натягиваете некоторым образом бумагу. Вот тут показали, что выбрали красный цвет, да, но вы можете выбрать какой-нибудь другой. Я надеюсь, что мы с вами выберем разные цвета, чтобы можно было, чтобы можно было более красочное событие сделать. Вот. Ну, по крайней мере, для, не для завтрашнего прототипа, а для финального. Вот, да, и, соответственно, этот самый парус вырезать. Вот. Мы вырезаем парус, мы закрепляем парус к каркасу с помощью, ну, они делают с помощью клея и скотча, да, ну, в общем, самый простой способ – это клей или скотч. Вот. Ну, и леер, да, это, собственно, или уздечка, как я называю, то, за что вы будете вашего змея держать. Существует множество разных вариантов, да, крепления этих беревок, лееров. И, соответственно, вот здесь показан один из них. А, ну, еще здесь советуют хвост приделать, это тоже повышает устойчивость змеи. Да, и, соответственно, вот они приклеивают хвост. И, соответственно, дальше продолжают крепить уздечку, да, или как правил, да, по-английски открывается. И, собственно говоря, делают катушку. Ну, кстати, очень полезно подумать, как эти вещи оптимизировать. То есть, может быть, вместо катушки взять, например, например, рыболовную катушку, чтобы просто крутить, крутить, соответственно, за ручку и не париться, и не разматывать вот это вот, значит… Собственно говоря, все, наш ролик закончился, да, вот люди, в принципе, вашего возраста, да, совершенно спокойненько, мало того, что сделали этот змей, но еще и видео засняли, вот, никаких проблем у них от этого не появилось. Наоборот, все получили удовольствие, и, соответственно, вот вы видите, что он тут трипыхается на ветру, и думаю, что неплохо летает. Вот, значит, завтра вы будете делать что-то похожее, вот, исходя из того задания, которое вы получите. Оно находится, я так понимаю, прямо в этой самой стем-коробке, вот, и, ну, или еще где-то, но, по крайней мере, вы будете об этом узнать. И с помощью наставников, да, вы создадите что-то похожее, вот, и сделаете первую пробу полета. Далее, давайте чуть-чуть поговорим про то, что мы будем делать еще, хотя, наверное, забудется, но смысл в том, что мы создадим с вами проект, да, большого воздушного змея, ну, и плюс вместе в команде те, кто выберут направление события, да, будут помогать организовывать события в рамках, ну, вот, наше конечное событие, которое называется MakerFest, да, и, соответственно, мы с вами уже будем разговаривать с теми, кто выберет это направление. Вот, а пока чем можно, чем можно позаниматься, да, что можно посмотреть? Ну, во-первых, вот список, я эту презентацию оставлю, вот, во-вторых, не стесняйтесь гуглить, да, просто вводите змей, воздушный змей, вводите его тип, который вас интересует, да, и ищите видео, которое вам понравится, да, то есть вы, ну, я советую вам посмотреть хотя бы десяток разных видео, чтобы, ну, вдохновиться чем-то и посмотреть то, что вы сможете сделать руками, какой тип вы хотите делать, какой, значит, что вас больше всего привлекает, радует и вдохновляет. Вот, также очень полезно посмотреть на фестивали, да, как они проходят, какие у них программы, посмотреть видеозапуск, посмотреть, соответственно, как это все выглядит, не только в нашей стране, кстати, конечно же, в России их тоже, они тоже есть, вот, ну, во всяком случае, в прошлом году точно были, вот, соответственно, особенно на каких-то открытых пространствах очень даже, ну, много народу собирается, и делают такие же фестивали, информации в сети очень много, вот, и вдохновляться можно часами. Вот, теперь, и последок я скажу, чего, собственно говоря, мы будем делать. Мы выберем с вами тип змея, да, который под наши цели больше всего подходит, вот, и плюс, ну, наша задача, да, как я уже сначала сказал, сделать его красивым и сделать его функциональным, то есть, чтобы он выглядел хорошо, но это не завтра, это в течение всего проекта, да, в концу смены, завтра ваша задача сделать так, чтобы просто полетело, да, и, соответственно, совершить некие первые шаги, вот. Вот, а если вы решите заняться этим всерьез, то тогда вы берете, соответственно, создаете красивую форму, надо подумать, какого типа вы хотите взять змея, там у каждого есть свои особенности, почитайте об этом, вот, и, соответственно, будут камеры, которые вы сможете приделать к вашему змею, вы можете, значит, скооперироваться с теми, кто будет находиться в направлении планета, да, использовать их датчики, которые они там создадут на платформе микробит, вот, которые можно будет поднять тоже в небо с помощью этого самого кайта, вот. Ну, и еще можно имитировать работу генератора, да, соответственно, ну, понятно, что электричество мы с вами вырабатывать не сможем, но, по крайней мере, прикоснуться к тому, как это может выглядеть, мы точно сможем. Ну, и плюс, конечно же, ваши проекты, если что-то вас очень сильно вдохновило, и вы точно знаете, что вы пойдете в направлении события уже сейчас, то есть, как это сказать, любовь с первого взгляда, вот, то через ваших наставников присылайте свои идеи и ваши хотелки, да, и чем раньше вы пришлете ваши желания, да, тем больше вероятность того, что они будут реализованы, потому что мы успеем купить, мы успеем купить компоненты, которые нужны для создания вашего проекта, да, то есть формально вам надо будет выбрать проект 20-го, по-моему, числа, ну, в общем, еще через неделю, но реально, если вас это уже вдохновляет, то можно делать это раньше и уже начинать присылать идеи, смотреть, продумывать и вдохновляться. Мне кажется, все, вот, я, соответственно, да, я вам показываю, как я выгляжу, да, потому что лампа тут не очень хорошая, вот, ну, и, соответственно, давайте мы сделаем какую-то сессию вопросов и ответов или еще чего-нибудь такого, вот, я надеюсь, что интерес возник, вот, спасибо, что были здесь или есть здесь, давайте вопросы, наверное, да, или пожелания, или обсуждения. Друзья, вы можете написать вопросы в чат, вот, кстати, по ходу дела... Может, там какие-то есть уже, давай посмотрим. Там были вопросы, типа, когда будут коробки, нужно ли снимать на видео, про видео я ответил, на всех сейчас озвучу еще раз, что вы видео снимаете не только как... Сейчас я сяду поудобнее. Значит, друзья, вы снимаете видео не только как будет вас летать... Меня видно, там нет? Не только как у вас будет летать воздушный змей, но и как вы его делаете, потому что есть вероятность, что он у вас не полетит. Это обидно, вот, но вы готовьтесь к этому, потому что, чтобы он полетел, это очень сложно сделать, вот. Ну, там вот вы видели все эти формулы, которые я лично не понимаю, не знаю, как вы, вот. Вот, значит, можно ли использовать материалы, которые находятся дома? Завтра в задании, то есть по поводу завтрашнего задания, все будет в задании. Вы сейчас расслабьтесь, у вас в 7 часов вообще... Да, в районе 7 у вас будет обзор того, как вы справились с теми заданиями, которые вы делали сейчас. Вот, вы посмотрите. Вот, и в задании еще будут разные инструкции дополнительные, то есть там, как сегодня было разно, много разных микрозадач, также будут микрозадачи и завтра. А если у вас прям не терпится что-то сделать, чешутся руки, то я бы просто, ну, наверняка вы сегодня сделали не все. Вот вы писали, что кто-то одну, один объект сделал, кто-то там несколько, два там. Вы можете просто доделывать. Вот я вижу, Саша Голимбеков уже открыл, таки, бандит-коробку для этого, которая предназначена для... Вот этого делать не надо, иначе нам вообще придется там по одной коробке возить. Вот, а хочется сразу там, типа, на несколько дней, так проще немножко. Вот, которые будут находиться дома. То есть там у нас есть задания, в которых нужно делать, в которых можно использовать все, что у вас есть дома. Конкретно сегодня это было делать нельзя. Там, например, когда вы будете делать тачки, или когда вы будете делать ракету, там, все это можно будет использовать, то, что у вас есть дома. Завтра будет задание, вы его увидите, и там все подробно написано. А если будут вопросы, у вас будет аж два раунда их задать. Один раз там с утра Миша, ой, Миша, Федя с Игорем, а второй раз днем. По поводу, можно сейчас задать вопросы по поводу направления. То есть, как, вот есть направление, вы услышали, что будет, вы будете усовершенствовать свои воздушные змеи. То есть, вы будете делать прям реально большущий змей. Или не большущий, но какой-то более такой мощный, работоспособный. Пусть там-то наверняка что-то у вас полетит, если не полетит завтра. Вот. И вы еще подготовите, придумаете, как сделать, ну, какое-то типа мероприятие, событие, как эти змеи запускать и тестить, как они у вас работают. Вопрос хороший, когда придут коробки. Это будет, вы можете задать, вы можете такое спрашивать у наставников, потому что, ну, они либо знают, либо они у нас спросят, мы пришли просто график. По-моему, коробки следующие придут в понедельник, а потом в среду, что ли, или, да, по-моему, в среду. Да. В среду или в четверг. Да, блин, то ли среду, то ли четверг, я не помню точно. Так, какие есть вопросы про направление? Ну, в понедельник точно будет, да. Наверное, в понедельник и в четверг придут. Какие есть вопросы про направление? Очень волнительно и интересно. От вас их услышать? Пожалуйста, задавайте. Прам-пам-пам. Ну, понятно, что... Я сейчас, прошу прощения, озвучу. Стеша спрашивала, где взять видео. Андрей, если поделишься ссылкой вот на то конкретное видео, которое показывал ты, будет очень полезно. Там какие-то ссылки будут завтра, но, может быть, можно взять ссылку. Ну, я на самом деле просто презентацию эту оставлю. Я много всяких ссылок показывал, и все это можно будет поиспользовать. Вот, а вот это видео я прямо сейчас туда в чат закину. Окей. Прямо секунду. Значит, друзья, да, сейчас пришлет в чат Андрей ссылку, вот, ее можно сохранить. Вижу, что кто-то сейчас уходит. Обязательно в 7 часов посмотрите обсуждение, где мейкер будет смотреть ваши видео и комментировать их. смешно, иногда будут говорить, может быть, но иногда будут выбирать, что у вас там прикольного в том, что вы сделали. В общем, говорит, что им понравилось, они будут рассказывать. Поэтому посмотрите и заодно посмотрите работу друг друга. Вот. Если я правильно понимаю, вопросов к Андрею нету, у вас, вон там Федя качает головой, что говорит, нету, тогда я вам желаю 5 минут и 7 минут потратить с умом сходить умыться. Сегодня невероятная какая-то жара. И присоединимся, я вижу, сейчас куча людей в майках. Вот Андрей, кстати, присылал YouTube-ролик, мы его выложим, сейчас я его выложу в нашу группу ВК. Вот. Всем до встречи. Или, как говорил Леонид в своем ролике, Чао бамбито синьорита. Вот. Увидимся через 7 минут. Всем пока. Вика, надеюсь, было интересно, и вы придете на направление. Да, Вика. Мне интересно, кстати, что Вика сделала, потому что она там как раз, когда было обсуждение, что-то там клеила, клеила, вот интересно, что склеила. Сейчас зайду, как и буду смотреть. Где будет презентация, спрашивают, кстати говоря. Мы презентацию выложим в группу ВК. Степа, в группу ВК выложим презентацию. Ну что ж, до встречи. Через 7 минут увидимся на обсуждении ваших видосиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...